Продолжение следует... Как одну из теорий, которые указывают какое-то разумное состояние общества. Какое общество должно быть? Такой теорией можно считать, допустим, христианство. Или какие-нибудь другие религиозные теории есть. Как на самом деле должно быть устроена социальная жизнь. Просто, допустим, есть некая теория. Некая социальная теория, которая утверждает, на каких-то разумных основаниях, допустим, вот такими теориями, для примера, можно взять две теории, которые нам известны, допустим, теорию христианства. Христианскую теорию, да? Христианство. А второе, это вот взять вот марксистскую теорию. Они разные. И основания у них разные. Один, это христианская теория, считает, что дух определяет все, да? Как бы, что духовное определяет, в том числе и материальное. Марксистская теория, наоборот, считает, что это бытие материальное определяет сознание, определяет духовное. Они совершенно... У них совершенно разные цели, да? Как бы, марксизм хочет, как бы, справедливости, да? Но на земле, да? Христианство, вроде, как бы, тоже говорит о справедливости. И даже можно понять, можно это понять так, что вначале предполагалось, что Царство Небесное будет основано на земле. Но на самом деле, как бы, это справедливость, как потом она... Как потом выясняется, как бы, да, в истории христианства. Оказывается, то, как возможно, там, на небесах. Ну, вот две совершенно разные теории, да? Эти теории социальные. Вот каждый из них выдвигает некую... Вот будем просто обобщенно говорить, некую теорию, да? Вот есть некая теория. Теория должна, да? Должно. Должно состоянию общества. Состояние социальности. Каждая из этих теорий, она разветвленная внутри себя, она... Хотя христианская теория в большей степени, она просто декларирует, как бы, какие-то известные истины, да? О том, как должны... Дружески, что все люди друг другу брать и прочее, да? Да, христианская теория пытается даже на какой-то, яку-то научной основе, там, есть какие-то исследования, да, и там, капиталы написаны, там, какие-то с таблицей и прочее, и прочее. То есть это подведена некая наукообразная, в соответствии с тем, что представляла собой эпоха, и что являлось в этой эпохе, да, авторитетом. Авторитетом являлось, конечно, что-нибудь научное. И вот, как бы, марксизм под... Под рубрикой научности, да, вот, выдвинул некое новое видение будущего, да, вот, некое новое видение... Новое видение устройства социального. Оно должно быть научным. И, например, нашли, там, эти марксисты, в том числе Елене, да, именно из-за этого и любили марксизм, да, почему? Что, как бы, то, что... То, что пытались сделать наши революционеры, они все равно ведь считали, что это будет... И даже если революция не делает, то это все равно неизбежное будущее всего человечества, да. И давайте это будущее просто приблизить, да. Давайте это будущее, как бы, сделаем сегодня. Да, как бы, там, вот, есть такой фильм «Апокалипсис нау», да, а вот они хотели сделать рай, рай сегодня, да, сзади. Ну, вот, есть эта теория, да, и, на самом деле, вопрос состоит в том, как эту теорию применить, да. Вот, есть теория, а есть какое-то состояние общества текущее. Текущее. В этом состоянии общества текущее. Это соединение общества есть некая стихия. И в этой стихии есть, конечно, определенного рода неравновесие какой-то. Вот такие-то стихии, допустим, есть неравенство по богатству, неравенство по здоровью, неравенство по праведности, по отношению к Богу. В общем, это просто текущее состояние мира, оно есть то, какое оно есть. Ну, просто вот некое бытие, которое требуется изменить. Теория высвечивает из этого бытия какой-то аспект. Допустим, христианство говорило о каком аспекте? Об отношении к Богу. Да, вот были праведники, были неправедники, были прокаженные, всякого рода больные, увечные, они были как бы Богом наказаны. То есть теория, теория, иудейская теория, как бы считала, что за все в этой жизни, как бы все в этой жизни есть так или иначе, либо воздаяние божье, как бы там за грех, за неправедную жизнь, либо награду. И как бы если бы мы, если иудеи наблюдали в жизни каких-то людей, которые этой жизнью обделены, то они считали, что это по заслугам, за какие-то там вот их прегрешения, дано в виде воздарения. И наоборот, если человек богатый, то считал, что это богатство не просто так, да, это награда Бога. Вот у Ивана есть такое место, когда богатый молодой юноша к Иисусу Христу подходит и спрашивает, что ему нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, да, и Иисус ему объясняет, что это, исполняй заповеди, он говорит, я, говорит, все это исполняю. Вот тогда говорит, возьми все богатство свое, раздай нищему, и идти и следуй за мной. А юноша был богат, и он отошел как бы смущенный, да. Почему он отошел смущенный, да, потому что ведь ему надо было не просто расстаться с богатством, что на самом деле является не столь существенным, но ему надо расстаться с представлением о том, что вот он богатый за то, что он правил. Расстаться с каким-то физическим положением дел проще, чем расстаться с идеологическим положением дел, да. То есть идеология говорит о том, что твое нынешнее состояние является состоянием с точки зрения какой-то теории правильным, то вот расстаться с этим положением намного бесконечно тяжело. И вот на самом деле, если вдуматься, Христос был точно таким же революционером, Но я уже об этом говорил в прошлый раз. Какие революционеры, которые опирались на теорию Марса. Потому что те и другие хотели привести вот это текущее состояние неравенства, оно какое-то сложилось на данный конкретный момент в древнее время, на 2000 лет назад, на время 100 лет назад, на время, когда в нашей стране, допустим, поразили революционное настроение. Вот надо привести вот это текущее состояние, и всегда так теория требует, вот это некому идеалому состоянию. Надо что-то сделать, чтобы это привести. Привести или оправдать? Нет, надо привести. Просто сейчас мы будем заниматься в некотором отношении эпистемологии, да, такой, ну правда такой наивный, но как бы я просто тут рассматриваю, говорю, вопрос о марксизм как бы с такой формальной стороны. В каком-то отношении разговор будет о том, что вот если не петь теория, да, есть некий, условно говоря, эксперимент, да, когда эту теорию применяют к обществу. И должно либо состояться оправдание этой теории экспериментом, либо оно должно не состояться, да. Для того, чтобы показать, каким образом эксперимент либо удостоверяет, либо опровергает теорию, нужно вот так как бы вот некое ввести дополнительные параметры для описания того, что представляется будет текущее состояние. Ну мы возьмем такую простую вещь, да, и будем рассуждать в такой простой аналогии, и говорить о том, что в любое состояние текущее есть некое равновесие. Вот если, неважно, равновесие это и физическое, или равновесие социальное, вот есть некое равновесие. И вообще говоря, все в этом мире стремится к равновесию, да, если равновесие нарушено, допустим, если у нас есть какой-то маятник там, да, вот он в равновесие состояние в покое висит, мы его отклонили на какое-то расстояние, он начинает колебаться, там отклоняется там, и постепенно эти колебания затухают, затухают, и он возвращается в свое исходное состояние, да. Это равновесие устойчивое. Что значит устойчивое равновесие? Значит, если мы отклоняем его в различные стороны, то как бы равняемся, это восстанавливается. Вот в каком-то отношении, если брать эту аналогию с майкетом, все в этом мире работает в системе равновесия, да, и социальность точно так же работает в системе равновесия. Вот есть некое текущее состояние социальности. И это текущее состояние социальности со всеми своими неравенствами, несправедливостями даже, возможно, со всеми своими перекосами там, различными, да, но оно в некотором отношении неравновесие. Это равновесие. Людям, которые живут в этом состоянии общества, да, им не нужно какие-то особые усилия прилагать, чтобы это состояние поддерживать. Оно естественно. Просто естественное состояние общества, оно вот некое равновесное. И вот когда мы не обсуждаем опять же, является ли это состояние каких-то высших позиций, правильным, правильным или не является, является ли оно разумным или не является. Все, в некотором отношении все эти разговоры, это какие-то дополнительные разговоры. Мы просто говорим о том, что есть естественное равновесие, точно так же, как майкет, как вот сознание, и общество находится равновесие. Вот. Что значит попытаться это равновесное общество изменить и привести ее в некое вот должное состояние? Вот существует две возможности. Первая возможность. Мы берем... Ну, что значит, что если майкет отклонили? Ну, мне надо совершить некую работу, да, вот, как бы. А когда мы отклонили в какое-то это состояние, надо это состояние удерживать. То есть, должно быть некое внешнее насилие. Внешнее насилие. То есть, мы должны взять эту систему и внешним насилием привести в нужное нам положение. Мы ее приводим, майкет отклонили и удерживаем. И самое важное, что это внешнее насилие не просто насилие, которое случайное и спорадическое, а это постоянное насилие. То есть, мы должны постоянно насилие, лучше говорить, или усилие. Потому что оно не только насилие, оно еще и усилие. Постоянное усилие. Постоянное насилие и усилие. Если брать, допустим, а здесь аналогию... А, давайте дальше. И второе положение, это когда система некоторым внутренним способом, ну, в физике это не очень как понятно, но, допустим, есть какие-то внутренние силы, какие-то внутренние системы, которые внутренним усилием будет удерживаться в положении... ну, в новом положении. Причем, как бы, это новое положение, оно является неестественным, естественным, да, потому что естественное положение то, которое было, это уже неестественное положение. И оно удерживается либо внешним насилием, да, либо усилием, либо внутренним усилием. Вот про внутреннее усилие, это как раз относится к христианству. Что такое, что говорил христианство? Оно говорило о том, что ту теорию, которую излагает христианство, а именно теорию братства людей, да, Если так, я не буду сейчас в подробностях останавливаться. Эту теорию изложил Бог. Он как бы скусился на землю, он ее дал. Тем самым, сама божественная печать на этой теории означает, что она доказана, что это истинная теория. Вы верьте Богу. Бог вам сказал, что это так, значит это так. Вы поверьте в это. То есть достаточно удостоверения того, что эта теория божественна, для того, чтобы совершить внутренненькое усилие и стать правильным. Что такое правильность? Давайте двигаться немного в этой аналогии правильности, для того, чтобы перейти потом к марсизму, чтобы было понятно, о чем у них речь. Что такое правильность? Есть добро и зло. Добро и зло, оно тоже находится в некой равновесии. Вообще говоря, справедливость, она как осуществляется? Справедливость это некое равновесие, в котором добро и зло уравновешивают. То, кто нарушает, в одну или другую сторону сдвигает это равновесие, оно как бы обратно возвращается. Есть некое источное равновесие, в котором добро и зло друг другу уравновешивают. Что такое правильность? Правильность это тот, кто наставит тока на добре. Вот он взял как бы сторону добра. Вот правильность. И несмотря на то, что существует зло, он как бы стоит на стороне добра. А он как бы встал на одну сторону тока. Это состояние неравновесное. Потому что очень много слов как раз в христианском учении описывает о том, как нужно относиться к злу. Надо не сопротивляться злу, надо не отвечать злом на зло и проще и проще. То есть как бы вот оставаться на стороне добра. Вот это некое неравновесное состояние. То есть правильность это неравновесное состояние, которое достигается с помощью внутренних усилий. И в принципе, о чем здесь говорится? Она говорится о том, что если все люди возьмут и встанут на сторону добра, то с Божьей помощью, естественно, потому что теория доказана Богом, весь мир станет нашим идеальным социальным целым. Вот это неким идеальным миром. Идеальным миром станет. Он перейдет. И как бы взлом, как бы будет побеждено. Миром будет править Бог. То есть что такое царствие Божие? Это когда миром правит Бог, мир полностью в добре. Да, вот это побеждено зло, зла больше нет. Как бы вот некая социальная, ну, идиллия, там, социальный рай, как бы, да, все счастливые, там, все братья, там, все остальные и проще. Вот, как бы, когда мы говорим об этом и с точки зрения вот этики, да, нам кажется, что это все как бы вот некие, в роде, там, мечты. Да, теперь посмотрим, что такое на самом деле. И может просто показать, что, как бы, на самом деле, теория марсизма, она точно-точно такая важна. Никогда не в меньшей степени, она вообще ничего не об этом отношении отличается. Безотносительно, что она якобы научна. Что там что-то в трех томах, там бесконечно, там в таблицах, там и прочих вычислениях там написано. Совершенно не важно, на что она опирается. По сути дела, она о чем ведь говорит? Вот, она говорит о том, что вот есть некое идеальное состояние материалистического мира уже, без бога, там, без сего, материалистического мира. И мы должны к нему как-то прийти. Каким импордом это сделать? Понятное дело, что вот он, что в марсизме идет речь, прежде всего, о неком насилии. То есть мы берем, рушим старый строй, как бы, и разрушаем его с помощью насилия, с помощью, там, диктатуры протериатров и прочих, прочих всякого роза вещей, уничтожаем старый строй, на его базе строим новым. Но, вот тут и возникает вся фишка. Когда мы-то можем внешним насилием разрушить старый строй, а каким удержать потом этот новый строй? Вот возник у нас новый строй. Этот новый строй, естественным образом, по закону естества, опять будет скатываться в то состояние естественности, да? Вот у нас было неравенство в отношении, я в прошлый раз об этом говорил, в отношении, допустим, собственности. Допустим, мы разрушили это неравенство, установили равенство людей всех перед собственностью, да, там, разрушили там социальные всякого рода там расслоение там разрушить понятие это допустим знатности во всех отношениях все что нам не нравилось все 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 виды неравенства разрушили мы решили как бы основать не код это идеальное состояние равенства как бы она не понималась неважно в каком аспекте в аспекте ли собственности в аспекте ли происхождение там национальности там много же вопросов возникло во всех аспектов короче мы это все это разрушаем и вот у нас есть некое общество и вот это общество по закону естества опять скатывается к некому неравенству почему потому что люди по природе и разным один человек здоровый другой как бы более на один человек там более способен другому меньшему один условно говоря на верхах где-нибудь крутится давно связи есть у другого этих связей нет один городе живет другой деревней мир так устроен что вот он скатывается в это состояние естественности неравенства опять постоянно скатывается и чтобы туда не скатился единственным способом можно это сделать то есть постоянно заковать это все в броню этого насилия вот этого внешнего то есть постоянно всякого рода это вот такие попознавения всячески как бы это пресекает то есть получается некое полицейское государство да которое удерживается только внешним насилием и ну и помимо этого внешнего насилия конечно же есть внутри марксизма некое ядро праведников только праведников марксистских да у которого есть понятие сознания и они понимают на самом деле почему это надо вот есть ядро праведников есть как бы остальная масса людей несознательных к которым нужно удерживать неком не неким носили ну сколько может существовать и я система ну как сниму существует от и по пока эти праведники же пока поколение этих праведников там может следующие поколение пока энтузиазм есть пока эти праведники готовишь в чем проблема этих праведников проблемы проник состоит в том что они обрекает свою жизнь нам на страдания и мучения причем обрекают себя точно так же как и праведники в христианстве сознательно понятно ради чего страдали допустим праведники христианские они страдали ради бога и как вообще было обещано царство небесное это не просто какой-то копеечный кусок это вечная жизнь то есть страдание земное по сравнению с тем что их ожидало в будущем да это просто несоизмеримо и силы богословские трактаты все они пищают как бы о том что на самом деле что такое билет наше жизнь это какая-то проверка мы живем в порядке 60 80 лет нас проверяет для того чтобы можно ли нам доверить вечную жизнь можно ли нас пустить в эту вечную жизнь да и мы как бы как бы платим как условно говорю от некую входя или это входной билет да вот мы как бы страдаем эти 80 лет можно пострадать а что здесь то обещают вечно жизни нет как бы бога нет ни воздаяния никакого нет ради чего страдает люди и рано или поздно на самом деле вот это вот внутреннее страдание она этих праведников до марксистских тех людей которые сознательно как вы которые понимали смысл революции она рано или поздно сталкивается с тем что невозможно удержать никаким образом состояние равновесие которого они достигли якобы достиг потому что это равновесие искусственное но поддерживается носительным образом она не всегда суда скатывается но это все было бы только слова потому что некоторым отношением марксистской теории есть такая интересная вещь она утверждает что на самом деле как утверждает марксизм марксизм она утверждает следующее что вот то состояние общества которые есть при капитализме это искусственное состояние то есть она меняет полюса она говорит что капитализм это искусственное состояние а люди на самом деле по природе братья потому что был первобытно общинный строй и там все жили братья и есть спираль вот этого восстановления предыдущего состояния вот первобытно общинный строй потом как бы там через много проходит капитализм и рано или поздно спираль гегельская должна вернуться к этому изначальному состоянию первобытно общинного братства и вот какой на самом деле марксизм и теряю желание что и ночную это капитализм висус и состоянии а вот то что они строят это общество коммунистического общества она естественно для человека то есть масли тебя и предыдущая чтобы коммунистическое состояние общества она нет как не у нее сбежная идет история дайана нас а для человека естественно есть удержать одно-два поколения обече чем говорится достаточно Конечно, у Марса было такое интересное рассуждение о том, кто воспитает воспитателей. Воспитатели, они испорчены этим неправильным состоянием, искусственным состоянием капитализма, неравенство, несправедливость и прочее. И надо как бы, условно говоря, уничтожить людей, и как бы новые люди, которые уже родятся в коммунистическом бытии, для них уже бытие будет определять сознание. Именно коммунистическое бытие определит коммунистическое сознание. И они уже естественным образом войдут в эту стадию, в последнюю стадию спирали, где войдут в стадию коллективной жизни, вот этой правильной, братской коллективной жизни, естественным путем. И она станет естественной. И не нужно будет ничего удерживать. Само по себе общество, оно просто естественным образом пойдет в новое естественное положение. Потому что в каком-то отношении веки физики так бывает, что есть некое равновесие, мы поднимаем систему, энергии добавляем, потом появляется новая равновесие, добавляем энергии, новая равновесие. И марксисты ожидали, что рано или поздно, когда они подняли уровень равновесия, они довели уровень общества до общества коллективного, общества братского, то возникнет новый уровень равновесия, и общество на этом уровне равновесия будет дальше развиваться. Но на самом деле, как показала практика, что этого не случилось. И это означает, на самом деле, что теория, это марксистская, которая утверждает, что якобы коммунизм и общинная жизнь, коммунистическая жизнь, является чем-то естественным, она не верна. А коммунная жизнь, коллективная жизнь не является для нас, оказывается, естественной. И это доказывает кракт, в том числе и Советского Союза, и вообще этой марксистской идеи. Это просто, точно так же, в принципе, и христианская идея, ведь христианство существует 2000 лет. Да, и казалось бы, ну если Бог доказал, что эта жизнь правильная, да, если мы становимся правильниками, то, как бы, получается, это же должно было бы как-то, это теория должна была бы как-то оправдаться в жизни, но в жизни ведь не случается так, несмотря на то, что, казалось бы, всем нам понятно, что христианские идеи, они вроде правильные, но ничего такого, никакой христианской жизни мы не видим, ничего такого не случается, никакие общины невозможны в этом мире. По этому поводу уже даже сами первые христиане, лица Павла, да, они уже говорили о том, что вообще говоря, действительно, если считать внимательно на Евангелии, он говорил о том, что Царствие Божие уже есть на земле, да, и что, как бы, на самом деле предполагалось, по его построен на земле, но уже и Павел говорит о том, что Царствие Божие возможно только на небе, то есть уже при нем, при Павле, то есть это такое поколение, то есть, на самом деле, пристать на второе поколение, да, то есть уже при нем уже было понятно, что никакого такого царствия невозможно на земле. То есть считай весьмарсизмом, только уже на других основаниях, и ведь совершенно не важно, что они конкретно утверждают, важно, что их теория тоже не оправдалась, никакого естественного коммунистического состояния человечества Не было и нет. То, что они спроекцировали на эти первобытные общины строя, якобы увидели там какие-то зачатки коммунизма, правда, неосознанные, все это, на самом деле, возможно, просто иллюзия. Всегда человек жил в некотором действительно естественном состоянии неравенства. И это неравенство было всегда на всех уровнях. И это неравенство произрастает не из того, на самом деле, что люди плохие или хорошие, оно произрастает из того, что природа так устроена, что природа есть всегда различие. В природе всегда одни сильнее, другие слабее, одни обладают здоровьем, а другие не обладают. Одни являются красивыми, другие не являются красивыми. И прочее, и прочее. Само неравенство – это есть нечто природное. И поэтому пытаться общество сдвинуть в какого-то состояния естественности – это не что иное, просто как вот то, что называется экстремизмом. Потому что ничего другого экстремизма-то и не называется. Потому что вот есть настоящее и естественное положение общества. И то, как оно сейчас существует в том неравенстве, каком оно существует, Это и есть правильное состояние общества. Никакого другого правильного не бывает. А пытаться сдвинуть его в какое-то идеальное состояние, оно ведь чем чревато в итоге? В итоге показывается, что применяется насилие, применяется неадекватно, чтобы человечество сдвинуть в какую-то идею, уничтожается в другую часть человечества. До основания рушатся все устои, разрушается жизнь человека. Вообще говоря, приобретается много чего плохого. А тем не менее, как в мере хода истории, многие же неравенства были преодолены. Правильно ты говоришь, что если вообще где-то в будущее, через миллионы лет светит какое-нибудь коммунистическое общество, оно придет только естественным путем, по мере маленьких сдвигов революционных. Прошу прощения, а отец условный различия, который говорит Стас, именно революционным путем не продевается, мы всегда передавались амбициозно. И самое интересное, что они все равно восстанавливаются. Да, и силы они восстанавливались после свободы революционного гранства. Ну а как взять наше общество? У нас возникла новая элита, и все грозит тем, что у нас новые феодалы и новые князья возникли. Новые феодалы и новые князья. Князья пройдет еще больше лет, и мы даже уже не будем знать, что они в грязи вышли. Они не феодалы и не князья, лишние эти штуки. Как это, они феодалы и все? Ну если посмотреть, как в нашем уме сейчас все устроено, то есть некая каста. Каста, элита, ну ее назвать или назвать. Это нормально. Они давят просто все остальное, понимаешь? Но это не все равно, не феодалы и не князья. Вопрос не в терминах, а вопрос состоит в том, что всегда на самом деле неравенство будет возникать. Как бы это ни было крепостничество, оно преодолено, нет уже крепостничества сейчас. Форма неравенства просто меняет форму, потому что форма меняется, а неравенство остается. А то, что неравенство, оно может и оставаться. Но ты же на прошлый раз говорил, что несправедливо, что элегархи захватили собственность, которая принадлежала всему народу. Я в прошлый раз говорил. Да, говорил об этом. И ты говорил, что давайте типа это вернем. Дело шьет. Нет, дело не в том, что дело шьет, а дело в том, что на самом деле можно бесконечно об этом судачить. Нет, я может так и думаю, но на самом деле... Мне может бесконечно судачить о том, как возникает неравенство, но оно всегда возникает. Всегда кто-то ближе, кто-то успел, кто-то не успел, кто-то умнее, кто-то не умнее. Очень часто много неравенства преодолевается. Например, 10-15 лет назад было неравенство по отношению доступа к сотовой связи. Теперь это неравенство преодолевает. Ну что, нет, естественно. Я же говорю, что естественным путем какие-то одни неравенства... Речь относила на характер научно-технической революции. Еще, Виктор, вообще-то говоря, я стою на той почве, что именно крестьянство преодолело неравенство между людьми в формальном смысле. То есть перестало быть возможным такое понятие, как рабство. Хотя оно, опять же, воспроизводилось и в средние века, и как бы... И даже, может, где-то и сейчас воспроизвольно... В частном порядке. Да, пока с христианством не покончился, ему не было равным. Дело в том, что крестьянство просто провозгласило разницу людей перед Богом. Это формальное разница. Понимаешь, это неравенство по отношению к имуществу, как, допустим, в этом... ...максизме, или, там, неравенство по отношению к здоровью. Вы понимаете, что это принципиально. Это формальное неравенство. В аудоизме тоже, хотя это не христианство, тоже разницу�ивает. Нет, вы боитесь ли только равенство иудеев перед Богом, в другой религии какой-нибудь греческий равенство греков перед их Богом и так далее. Это одно. А когда говорится, что нет ни иудеев, ни эллина, ни мужчины, ни женщины, но есть только равенство людей перед Богом, то есть, в принципе, природное равенство, безотносительно всякого рода различий, тогда это совсем другое, это формальное равенство людей перед Богом. Поэтому я согласен с тем, что в процессе эволюции одно неравенство просто сменяет другое, формы неравенства, естественно, умор заменяясь. И то, что раньше называлось феодалами, сейчас, наверное, новую собственнику, новую элиту нельзя так назвать. Но тем не менее... В чем принципиальное отличие между, допустим, феодалами и новой элитой? Потому что в эту как бы новую элиту, в принципе, может пройти человек из любого сословия, там, условно, сын дворца какого-нибудь, да? Ну, вот это, значит, говорит, что это... Тогда это было... Вот такую иллюзию питали всегда и везде. Ну, сейчас... Никакой сын дворника никуда пробраться не может. Что случилось? Сколько таких примеров полно? Ну, расскажи... Ну, понимаешь, это... Сейчас уже не так. И даже когда собственность... В 90-х была такая... Ну, это потому что была своего рода революция, слом старого и насаждение нового. Когда происходит всякого рода такие вещи... Сейчас, говоришь, что социальные лифты не остановились, да? Это не важно, не разно. Потому что неравенство существует всегда. Не разно существует. В разных формах и так далее, да не принципиально. Ну, неравенство это приводит закон равновесия. Но марсизм не отрисает неравенства. А вот так мы же говорим о том, что здесь... А, я как бы... coconut... Давай тогда про марсизм в собственность. Посмотрите, давай еще про марсизм. Про марсизм. Про марсизм. Что доказывает марсизм в теории бесотносительно требовало содержания. Она говорит о том, что то состояние общества, которое существует в капитализме, где существует неравенство, связанное с собственностью. Оно несправедливо, и он можно как бы это изменить. Должно быть устроено некое другое общество, где как бы справедливо распределено отношение к собственности. Не важно, как она это обосновывает. Ворует там, вон там. Совершенно не важно. А способности к каждому потолку? Ну это не важно, на самом деле. Я говорю, это не важно. Важно состоит в том, что есть некое видение будущего, и в это будущее надо как-то попасть из настоящего. Но настоящее – это состояние равновесия, а будущее – это состояние неизвестное. Ворсии утверждают, что будущее – это тоже состояние равновесия. Мы туда попали, и что? И обратно скатились. Оказалось, что это будущее на самом деле не является равновесией. Давай любая социальная теория. Правильно, любая. Потому что у тебя есть некий область будущего, который надо достигнуть. Еще раз говорю, я с этого уже начал. Есть христианская теория, есть теория ворсий. Совершенно не важно. На самом деле могла бы быть другая. Я взял для примера. Любая социальная теория такова. Мысль состоит в том, что любая социальная теория, без относительно научности ее, или каких-нибудь доказанностей или недоказанностей, является неверной по определению. Неверной является, потому что она на самом деле, ну, просто в данном случае была доказана. Христианская теория была доказана, что она неверна, доказана историей, да, как бы, марсидская теория доказана историей, что она неверна. Как каким образом я это доказывал? Я пил некий термин и понятие равновесия, и показал, что это неравновесное состояние, то есть то состояние идеальное, на которое нужно перейти, оно возможно только путем насилия. И пока есть насилие. Как насилие исчезает, когда... Опять ситуация, вот ситуация равновесия. Голота Хангельск, 10% населения имеет собственные телефоны. Равновесие 10-10, домашний телефон имеет 10% населения. Ситуация очень равновесная. Равновесная хуже некуда. А потом, бас, настала, опять перешло в другое равновесие ситуации, когда 110% равновесия имеют собственные телефоны. Ну, здесь что? Что людей, которые говорили, что давайте будем внедрять сотовую связь в Хангельск, у них что? Было неправильное образование будущего. Был у них попуск будущего. Они равновесие равновесия изменили? Изменили. Ну, тем не менее, нельзя же сказать, что из теории была висит на социальный, но при этом нельзя сказать, что она была неверная. Она была в верной теории, и им это удалось изменить жизнь людей. Так ведь? То есть дело-то оказывается не в том, что социальная теория на социальную... Во-первых, глупоотношение... давай как бы не перелюбить... Во-первых, отношение к новинкам или новшествам, да, это не социальная теория. И никакое отношение к социальной теории, оно не так. А к чему тебе не социальный эффект? Это очень важно был социальный эффект. Это из разряда того, что не было автомобиля, автомобиль не появился. Это никакого отношения. И это то же самое. Вот это замечательный социальный философ зовут его Генри Форд. Чем ты не социальный философ? Я ещё раз говорю, социальная теория указывает как какое-то общее состояние общества. А не какие-то отдельные параметры общества, не общества даже, а как бы окружение человека, могут меняться. Они могут быть одним, могут быть другими людьми. Вот Генри Форд и говорит, что каждый должен... А то, что он мог насладиться по странам. Я же не отрицаю того, что общество и это равновесие эволюционируют. Что изменяются условия и переходят из одного равновесия другого, эволюционно. Ну почему эволюционно? Да и на эволюционно фазовый переход. Да это же не важно. Нет, ты не понял, на самом деле. Эволюционно они переходят, потому что это происходит как-то внутри. Что-то меняет сообщество, да? И как бы извне что-то меняет. Здесь точно так же. И система переходит... Они же тоже считают, что у тебя дальше как политическое общество в российской киеве жить не может, потому что надо оставить противоречия. И оно должно переходить в эту фазу. Правильно, оно должно перейти. Необходимо. Если в марсистской теории говорили, что когда-нибудь оно перейдет, то никакого разговора об этом бы не было. Илья бы сказал, что когда-нибудь может перейдет, кто знает. Вопрос зашел о том, что это сделать сейчас. Что если мы знаем истину, а истина такова, что есть некое идеальное общество, как в христианстве или как в этом марсизме, то надо это сделать сейчас. Как и Генри Форд. Вы можете выбрать любое... Но я с этого послушаю. А автомобиль, кроме чего. Ну ты просто профанируешь саму суть. Я же сказал, на самом деле, что революционеры, которые жили в то время, они увидели в марсистской теории истину. И они хотели истину воплотить в свои жизни. Они уже понимали, что это так. Почему мы должны ждать тысячелетия? Потому что когда-нибудь этот эволюционный путек самок достигнет этого состояния. Может быть. Они хотели это сделать сейчас. Нау сделать. А поколитесь нау. Понимаешь? Они хотели рай нау сделать. И так же и христианин. Пришел некий проповедник и сказал на самом деле, что вот, царствие Божие возможно на земле. Объяснил это все. Давайте сделаем это сейчас. Всегда бывает нау. Всегда, когда у тебя происходят какие-то изменения в мире, всегда есть некая группа людей, которые говорят, давайте сделаем это сейчас. Вопрос состоит не в том, что какие-то отдельные изменения что-то меняют. Вопрос состоит в том, каким образом теория воплощается в реальность. Вот о чем идет речь. Речь идет о том, что всякая социальная теория, которая будет говорить на самом деле, что вот истина такова, она чревата тем, что люди не будут мириться с тем, что они живут во лжи. Они будут говорить, ну раз истина такова, давайте эту истину сейчас вот прямо здесь и воплотим. Ну христиане первые, как было дело? Пришел Христос и рассказал им, какая истина. Что эта истина ему поведана Богом. И он более того, потом даже его самому Богом считали. Но если это так, если пришел к вам Бог и сказал, что истина такова, ну неужели вы будете сидеть там и насрать нам на вашу истину? Мы будем жить так, как вот истина. Давай опять психоаналитическое дискорство. Выходи. Я не из психоаналитического дискорства, я говорю, что твои возражения... Наверное, по поводу употребления нам все называют психоаналитических эпитетов. Ну хорошо, хорошо. Пусть там это как хотят, Игорь. Вопрос же не в этом состоит. Вопрос состоит просто в том, что всякая социальная теория, независимо от того, является ли она научной, поведана ли она Богом, пророком, снизошла там откуда она, из каких-то там высот, глубин и прочее, прочее. Всякая какая теория щеревата тем, что люди, которые ее узрят, ну поймут, они подумают, что это и есть истина. И будут ее воплощать. А всякое такое воплощение, оно встречается вот со всем этим разговором, которым я здесь позицию. Но социальной теории не должно быть? Нет, социальной теорией неизбежно будут. Просто на самом деле, всякая какая социальная теория, она щеревато насилие. Она щеревато тем, что ее начнут воплощать. Что это не факт? Ну как? Ну это факт. теория хитрья, у них же была социальная теория? В социальной теории как раз это входило, чтобы ноуго там, джаз там, как там? Орикон Ролл, находите? джаз пис там или как они там звучали? джаз лав ноуго джаз лав ноуго джаз лав ноуго мейклав а, делайте любовь, да ну я просто еще раз говорю, что вопрос в следующем состоит вопрос, я вообще говоря вся есть заклад, посвященная именно марксизму просто для того, чтобы показать этот марксизм мне нужно было отклониться в сторону и найти какую-то другую теорию социальную, скажем, христианство чтобы показать потому что люди почему-то с марксизмом связывают научность вот слово научность мешает увидеть им на самом деле, что такое марксизм я вам показал, что никакое отношение к научности я даже, видите, содержание марксизма вообще-то не затронуло даже не пытался там говорить ты говоришь, раз у тебя есть некая социальная теория, значит она по определению не научна нет как ты правильно говоришь двигаться, двигаться путем маленьких изменений где-то сотовую связь наладить, где-то дороги проложить проще проще но всегда происходит к сожалению, система не может сама по себе двигаться мой путем маленьких изменений Система вот, вопрос знаешь, в чем состоит? что в системе есть вирусы а я вот говорю о чем? я говорю, что в системе есть вирусы, которые придумывают социальные хитрые теории доказывают их, расписывают, что она научная я ведь даже не употреблял не употреблял в чем состоит теория-то научная вообще, как бы ее нет она просто стороной прошла просто есть некая научная теория вот должно быть так так давайте уничтожим пол человечества, чтобы было так а? ну во-первых, насчет того, что вы говорили про марксизм я тут с вами не согласен, потому что я помню когда нас учили в школе, то говорили так что марксизм это, значит, основной постулат или догма этого марксизма что бытие определяет сознание а сознание активно, вторично воздействует на бытие и таким образом вот этот круг бытия и сознания замыкается и что здесь первично, что вторично в этой схеме не выделяется но мне не важно, что первично, что вторично я вообще не понимаю это понятно, это равновесие ты говоришь, что социальные теории плохи тем, что в них возникает возможность насилия нет, социальные теории плохи тем, что они, как показывает практика постоянно себя пробегая практика их всегда пробегает согласовывайте вниманием, что социальные теории всегда, если можно было бы высказаться так и постемологически, что социальные теории всякое базируется на прошлых данных прошлые данные уже устарели и всякое, и можно сказать так, что общество уже ушло вот в прошлый раз я пытался вот это деление как-то дадикторные, там, контрарные привести, там, да, там. На самом деле, всякий раз вот эти вот контрарные различия, они всякий раз уже другие. То есть наука пытается их одним и по смыслу, а они уже другие. Общество меняется. А сейчас меняется общество еще быстрее, там, все в скорости изменения уже просто многократно там ускорились, да. И каждый раз социальные теории просто может быть они что-то ухватывают. Поскольку общество слишком сложное организм, вот это, ухватить этот организм невозможно в каких-то вот отдельных аспектах. И самое страшное. Ладно, допустим, в социальной теории можно построить или там, ну, какую-нибудь просто построить примерно, как выглядит общество. Вопрос состоит в том, что нельзя требовать его осуществлять. Понимаешь, самое страшное, когда в социальную теорию внедрено как вот некая тема праведности, некая тема, как бы, давайте вот революцию устроим, там, пролетарскую. Ну как, ну вот социальная теория в Израиле, кибуце, да, живет там определенная часть населения. Ну да. Есть там эти кибуцы, или там кибуцы и не кибуцы по отношению к собственности, ну, к земле. Но они живут, да, вот то, что пыталось там наслаждаться, знаете, в Советском Союзе. И стабильная система существует. Можно ли говорить о стабильности системы, если она существует там порядка 50 лет, ну, 46-го года, да, там, 60 лет? Как это с точки зрения истории 60 лет? Это стабильная? Ну, еще раз говорю, что вы, как бы, немножко не поняли, о чем я говорю. Система тогда стабильна, когда она является равновесным. Если для того, чтобы система удерживаться в неком состоянии, ее нужно постоянно усилия прилагать, либо внутренней, либо внешней, то это не система. Эта система существует до какого-то времени, пока хватает энергии, так? Эта система, как бы, не замкнута, мне постоянно нужна работать. Такая система всегда рушится. Потому что такой системы, где брать энергию? Но энергия кончается рано или поздно. Нет бесконечных источников. А у этого естественное состояние есть внутреннее источник. Потому что она естественное состояние, как бы все стремится к равновесию. Все уже в равновесии. Хотим и не хотим, нравится мне, мы лежим просто. Уже в равновесии. А тут для того, чтобы такая система существовала, постоянно нужна вот эта внешняя работа. Постоянно работа нужна в удержании этого состояния. Ну понятно, ладно. Именно поэтому оно неестественное. Марсин утверждал, что на самом деле, когда мы это приведем в такое состояние, диктатура пролетает и пройдет, общество перейдет в некое новое состояние равновесия. Новое. Но оно не случилось. И тем самым показывается, что марсинская теория не верна. Вот и все. Показывается практика. Ну да, может... Нет, конечно же, перед бесконечным будущим можно утверждать, что может быть в следующий раз, и все удастся, все понятно. Я только могу утверждать то, что есть. Я не обладаю данными, как можно случиться в будущем. На тот этап, который мы сейчас имеем, марксистская теория, оказывается, что теория является несостоятельной, ее провергает опыт. Потому что сколько она не достигается вот этого нового естественного состояния, которое должно было быть достигнуто, которое как бы марксист проповедовал, что якобы коммунистическое вот это состояние, состояние его некого братства, оно является естественным. И параллель я провел естественным образом с христианством, что и в христианстве точно так же не достигается состояния этого праведности. Потому что либо Бога нет, да? Либо люди, на самом деле, не достойны Бога, да? И Бог ими игнорирует. Или как там? Пренебрегает. Ну давайте, как бы, для того, чтобы выводы вы улавливали, я просто тебе... Ну ладно, мы уловили выводы. Не, подожди, ну как парень, кто-то не уловил, на самом деле, а тот, кто будет слушать, может быть, тоже не уловил. Следующий вывод, смотрите. Все находится в некоем равновесии. Вот, допустим, есть у нас равновесие 1. И мы, на самом деле, некую работу совершаем... А есть еще равновесие 2, напишу. Да, и равновесие 3. Много равновесия. Ну давай, вот давай. Будет, да. Есть равновесие 1. Мы совершаем работу некую, да? Переходим в равновесие 2. Да. Равновесие 2. Да, совершаем работу, переходим в равновесие 3. Да. Каждое из этих состояний, на самом деле, является равновесным в том смысле, что не нужно больше удерживать какую-то... Совершать, будем так вот рисовать, что они, типа, фундаментальные, да? Что нужно какие-то дополнительные усилия, чтобы они удержались. Максизм рассматривал вопрос перехода от состояния капитализма к состоянию, на самом деле, социализмом, коммунизмом, да? Что это как вот некие равновесные состояния, где мы, как бы, вот, совершили революцию, да? Пускай много жертв, там много, как бы, это... Да почему? Революция была бескромной, жертв никаких не было, это ваши выдумки. Ну, конечно, да. Бывают такие революции, да. Иван, ну, дальше революция совершили. Революция была бескромной, это же время. Ну, как же у нас, революция была бескромная, революция... Ладно, хорошо. Вопрос в следующем состоит. Я потом про революцию 91-го года немножко по другому, наскучаю, расскажу, да? Просто это была революция вниз, а не революция вверх. Поэтому и без жертв. Да, именно поэтому, потому что вниз скатывался просто, ну, бочка, и она покатилась, понимаете? А вверх, чтобы совершать, нужно совершать серьезную работу, да? Вот, вот... А вниз-то тоже действует какая-то сила? Вот, если вы говорите революция вниз, значит, вы предполагаете... Еще раз говорю, если вы находитесь, вот, висите, условно говоря, на веревке, просто... Да, веревку обрезал, вы вниз полетите еще, работу нужно совершить? Работа за счет силы гравитации. Ну, нет, ну, нет, работу никакую я-то не буду совершать внешнюю. Просто я по этому... Есть внешняя сила, есть внешняя сила. Нет, вопрос в следующем состоянии. Когда что-то висит на высоком уровне, как бы, и потом она вниз скатывается, работа, конечно, совершается, но вы ничего не делаете для этого, понимаете? А тут надо для того, чтобы что-то поднять наверх, вы должны лично, вы должны взять, взвалить на себя и передвинуть. Но какая-то сила, то ли внутрь, то ли внешне изменяет состояние, да? Нет, важно следующее, что как бы предполагалось, что все эти вот расстояния, они являются равновесными. Но оказалось, что вот этого состояния равновесного мы достигнуть не смогли. То есть, почему не смогли? Потому что, чтобы удержать это состояние, нужно было постоянно усилить. То есть, энергии не хватает, мы постоянно совершаем работу. Вот почему это состояние... Фактически, как бы, практика доказала, что вот это состояние неравновесное, нам не должно быть... И это неравновесное. То есть, иначе говоря, либо мы не смогли достигнуть, где-то оно там дальше есть. Надо было еще работу совершать, вот как вы говорите, да? ее достигнуть в итоге, либо в принципе, на самом деле, так устроено человеческое общество, что оно принципиально будет скатываться, ведь тут еще, чтобы это пояснять, нужно еще пояснять, о чем идет речь, ведь это вот состояние, это состояние некоторого равенства, то есть было как бы, вот тут неравенство было некое, да, неравенство по отношению к собственности, здесь уже равенство, и здесь уже тоже равенство, да, по определенным признакам, да. Так вот, если мы не можем найти и нащупать некое состояние равновесное, в котором было неравенство в отношении собственности, а тут появилось равенство, если мы не можем этого нащупать, то есть предположение, на самом деле, что равенство людей не является, по каким-то признакам, не является естественным для людей, да, что люди, вот такого природа людей, что люди всегда будут сваливаться в некой неравенство, так или иначе. Почему? Потому что от природы, как я сказал, что люди одни равны, у одних Одни больные, другие здоровые, одни умные, другие глупые, одни красивые, другие некрасивые, одни трудолюбивые, другие нет. Ну понятно, Марксизм не ставит проблем, различные между косивными и некосивными. Поэтому я взял именно два полюса, марксизм и фисиатство. Крестанство тоже, кстати, не ставит. Фисиатство ставит вопрос. Потому что, в принципе, все равны перед Богом. И больные, и правильные, и неправильные, и красивые, и некрасивые, и удивленные, и мужчины, все равны. Неважно, независимо от каких-то различий. А ведь один признак. Да, вот есть Бог, абсолют. И перед абсолютом есть формальное равенство всех. Все различия стираются. Независимо от богатой или бедной. Или это с Богом, либо ты нет. Единственный критерий, да. Что ж ? Единственный критерий, либо ты с Богом, либо ты не с Богом. Неважно, богатый или бедный, красивый или не красивый. Либо ты с Богом, либо ты чувствуешь. И вот, как я утверждаю, что марсизм утверждал, что такие равновесные состояния есть, а практика говорит, что их нет, их достигнуть не удалось. И это означает, что на самом деле марсистская теория не верна. Вот и все. Хорошо. Вот, собственно, как бы вся логика, да? А основная, почему она не верна, с другой позиции, может быть, этого. Потому что вот это вот равенство всех по отношению к собственности, и вообще равенство людей, это есть некое равенство людей, да? Это некое учреждение, это не реальность, это наше желание. Мы желаем, мы понимаем, на самом деле, что после христианства, которое проповедовало о том, что все люди формально, независимо от своего положения, своей собственности, там, все раны перед Богом, да? Вот эта вот идея равенства осталась. Бога не стала, а идея равенства осталась, формальное равенство, да? И вот мы учредили это равенство однажды, и мы теперь хотим этого равенства постоянно достичь. Но это учрежденное равенство, оно не является равенством реальным. И поэтому всякое равновесие, на самом деле, оно всегда будет равновесие таким, в котором всегда будет неравенство между ними основа. Но всегда основано на некоем неравенстве. И получается, вот есть некая вечная, я бы сказал, даже вечная, коллизия, вот как бы мы до нее дошли, состоящая в том, что есть вот чаяние людей, чаяние. Чаяние людей, состоящие в том, что вот как бы есть некое равенство, да, ну или там то, что называется братство. Братство просто это, ну или там сестренство, да. И есть некая реальность, да, реальность, как бы равновесие, равновесие, и оно неравенство всегда. Итак, вот эта вот коллизия, как бы вот, она вот, собственно, и подпитывает всевозможные вот социальные движения. Но эта коллизия, она состоит в том, что вот христианство нас заразило идеей равенства, однажды. Ведь на самом деле до христианства существовали общества, в которых идея неравенства, она была естественной. Вот каким образом, например, может существовать рабоводельческий строй, если, как описывает, допустим, Рим, что если рабов, на одного ривляна, свободного, приходилось 10 рабов. Ну как бы 10-ти кратный перевес рабов, как могло удержаться общество, в котором как бы 10-ти кратный перевес рабов, страдающих, да, перед обыкновенностью, свободными людьми. А перевес был только потому, возможно, что сами рабы понимали, что они просто люди другого сорта. Они не равны никак, господа. Вот есть как бы рабы, и они это нечто одно, а есть как бы господа, и у этих господ там голубая кровь, понимаете, это как бы особые люди, чуть ли не полубоги. А это просто мусор человеческий рабы. И между ними, в принципе, это неравенство всегда как бы заложено внутри, даже сама религия учреждает, что есть как бы вот эти полубоги знатные, да, они как бы голубой крови, они по происхождению как бы самые велики. А есть как бы рабы и мусор как бы человеческий. И вот есть такой фильм, да, там, про Спартака, сериал недавно был, и там как раз это очень ясно показано, да, таким образом там, как сам раб понимает, что он раб, что вот он ничто, что он мусор. Да, и вот, ну, христианство это положение вот устранило, и вот теперь мы болеем равенством. И теперь всякий раз, когда мы видим неравенство какое-либо, оно всегда нас на самом деле ранит. Вот, например, оно ранило, допустим, Христа, когда он видел, что есть богатые, а есть там, как бы его же там соплеменники, они бедные, одни там здоровы, другие больные и так далее. И точно так же оно сейчас нас ранит, да, когда мы видим, что есть какие-то олигархи, да, там, богатые, которые там на лимузине прожили, есть мы, которые вообще ничего не имеют. Казалось бы, мы из одного теста, вы вот от природы, там, вот такие, вот мы. Если люди верят в богу, то они утверждают, ну, как так вот бог устроил, что почему-то одни богатые, другие бедные. Да, если богу не верят, то надо, как, надо, видимо, это какие-то революции устроить, что-то там менять, как бы, играть награвленные, там, экспорпурируют спормируют и прочее. Ну, вот эта идея равенства, она как раз из христианства. А, ну, сейчас провозглашается и, в принципе, как бы, вот уже внедряется в массу идея нового неравенства. Да, неравенство основано, опять, это же вот неравенство, которое я рассказываю, это вот, это вот, это неравенство природное, от природы мы не равны от природы. И оно базируется как раз вот именно на природе, да, они и говорили, что от природы таково, что есть, как бы, цивилизованные, есть диколи, что есть, как бы, знать голубая кровь, а есть рабы. И вот Ницше, когда он описывает правильное, с его точки зрения, состояние общества, оно именно таково. Оно базируется на этом изначальном неравенстве. И что господа имеют право и должны взять господство для того, чтобы общество двигалось куда-то вперед, чтобы оно процветало. А теперь, я говорю, что рождается новое неравенство, оно уже провозглашается, что действительно есть какой-то золотой миллиард, который должен жить, а все остальное как бы мусор. И все остальное вгоняется в некое новое средневековье. В том числе, может быть, и мы обречены, наша страна обречена нами. Что мы будем просто деградировать, у нас уже вся промышленность уничтожена, ну не вся уничтожена, скажем так, разрушено много что. Мы как сырьево-бредады, как захолустье, как периферия, будем доживать свое имя. Собственно, мы с центра оказался где-то в Европе или в Америке, там живут люди, а мы уже вот, мы вот мусор человеческий. Доживаем, условно говоря, здесь где-то на Вейфеле. Вполняем свою функцию, добычим крыло-техоскопально. Но весь разговор как раз и состоит в том, что вот это вот, что и в прошлый раз я это тоже хотел показать, как бы, но не очень донес, да, что вот это вот марксизм, что марксизм это никакая не научная теория. Это просто очередная некая этическая теория социальная, которая вот и претендует на то, чтобы вы якобы научные. Таких теорий было много, но я привел вот две. На самом деле было много в истории. И все они не оправдываются. И самое страшное, когда эта теория не просто как бы претендует на то, что она отражает, ну или там, описывает некую реальность, она претендует на то, что надо как бы уже вот сейчас, как бы, ускоренно что-то делать. Потому что если это истина, то надо воплотить ее уже и сейчас. И революционеры находятся, которые готовы на все, как новые правильники, да, как новые эти... Мессии. Мессии, да, они готовы нести истину людям в свет, да, как бы, они готовы убивать там ради светлого будущего, там, сами страдать там, и обрекать там страну или там народу там на страдания и насилие. Просто получается, что вот социальная теория – это некого рода страшная вещь. Как же ты жить-то? Не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok